МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько посетителей с признаками опьянения находились в заведении с травматическими пистолетами. Оружие было изъято в отношении его владельцев, составлены административные протоколы. Кроме того, полицейские готовят материалы для возбуждения уголовного дела. К другим темам. Более трех тысяч человек пришли на митинг вместе против террора. Северяне присоединились к акции, которая пошла по всей стране. Хэштег «Питер, мы с тобой» за эти дни объединил сотни тысяч человек, которые выразили свое сочувствие и соболезнование родным и близким погибших и пострадавшим в Питерской подземке. Очень важно, что общество, народ объединяются в такой сложный, непростой период, ради того, чтобы у нас у всех было будущее. И Архангельск сегодня рядом с Санкт-Петербургом. Люди вышли на улицу с плакатами, на которых слова сочувствия и поддержки. Жители Поморья вместе со всей Россией сказали свое решительное «нет» терроризму. Главная, наверное, цель – показать тем, кто хотел нас запугать и питерцев, что они просчитались. Когда нам трудно, мы всегда становимся плечом к плечу и побеждаем. И сегодня мы вместе против террора. Участники акции почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи. На митинге работала наш корреспондент Анна Кравцова. Она готова передать ту атмосферу, что была на площади перед драмтеатром из первых уст. Анна, добрый день. Чувствовалась ли атмосфера единения? Здравствуйте. Да, атмосфера единения, вот этот дух единства ощущался в полной мере. Я думаю, что иначе и быть не могло. Несмотря на то, что погода была, мягко говоря, не самая теплая, вся площадь при драмтеатром была заполнена людьми. Многие шли целыми семьями, в руках у всех были плакаты «Терроризм не пройдет» и «Питер, мы с тобой». Вообще было очень трогательно и противоречиво по эмоциям. Анна, спасибо огромное. К другим темам. В Архангельске появился первый оздоровительный детский сад «Радость». Программа дошкольного учреждения построена таким образом, чтобы соблюдался баланс между образовательным направлением и формированием здорового образа жизни ребенка. Здесь уже занимается 24 маленьких северянина. Название говорит само за себя. Воспитатели сделали все, чтобы заботиться о главной ценности человека – здоровье. Настоящая гордость детсада – своя сольная пещера. Ее действие на здоровье уже доказано. То есть это улучшает дыхательную систему, уменьшает количество простудных заболеваний. И поэтому мы решили внедрить это новшество в свой сад. Всего дошкольные учреждения рассчитаны на 40 мест. Возрастная категория – от года до 7 лет. Посещать детский сад можно и в качестве профилактория. Проект поддержала Корпорация развития Архангельской области. В Архангельске стартовал Open Innovation Startup Tour. Участники из Поморья вышли в полуфинал и сегодня представят свои проекты экспертам из российской венчурной компании и корпорации «Сколково». Накануне специально для них прошла региональная сессия практического консалтинга. Участники вместе с экспертами проанализировали финансовые планы проектов. Побывали на семинарах по основам бизнес-моделирования и инновационного менеджмента. РСПК – это на самом деле площадка для предпринимателей и начинающих стартаперов с практическим набором инструментов по построению бизнес-моделей, подготовке презентации для инвестора и пробованию себя, как будто ты проводишь первые переговоры с инвестором, получение обратной связи от инвестора. К слову, в Поморье есть заметные и интересные стартапы в сфере промышленных разработок, обработки данных и даже медицины. Например, студенты из ГМУ разрабатывают программу, которая поможет врачам в отдаленных населенных пунктах диагностировать сосудистые осложнения при сахарном диабете у детей. Это справочная система, которая, имея исходные данные, сможет выдать, каков же риск у ребенка развития осложнений. И, соответственно, что с этим ребенком нужно делать врачу уже на месте, собственно говоря, имея такого пациента. О других инновационных разработках архангельских предпринимателей и о начале стартап-тура в Архангельске уже в 16 часов расскажет мой коллега Вадим Федосеев. Продолжаем. Рыбакам-любителям не запретят ловить рыбу на спиннинг и удочку. Ограничения коснутся только тех, кто применяет сети. Напомним, Росрыболовство запретило добывать рыбу во время нереста с 25 апреля по 8 июня в границах Каргопольского, Няндамского, Конышского, Вельского, Устьянского, Шенкурского, Верхнептоемского, Котловского, Красноборского, Велегодского и Ленского районов. В Архангельске прошла благотворительная ярмарка, посвященная 80-летию региона. Ее организатором выступил благотворительный фонд «Время добра». На ярмарке были представлены изделия из бересты, вышивка, резьба по дереву, шитье. Все работы выполнены талантливыми воспитанниками реабилитационных центров и коррекционных школ со всей области. Мы сами удивлены, насколько сделано все с любовью и умело. Понятно, помогали педагоги, родители, но это уже говорится и о семейных обычаях. Здесь как раз представлены работы из бересты, из дерева, из пряжи. Все собранные средства организаторы передадут ребятам с ограниченными возможностями здоровья, которые будут представлять наш город на международном творческом фестивале «Шаг навстречу». Он пройдет в Санкт-Петербурге в мае. В САФУ стартовала Всероссийская олимпиада по истории. Принять участие в ней съехались более 250 старшеклассников из 14 регионов страны. Участники олимпиады поборются за главный приз – возможность вне конкурсного поступления на историческое отделение любого вуза страны. Каждому школьнику предстоит пройти несколько испытаний, написать историческое эссе, ответить на вопросы теста и пройти устное собеседование. Нам не только важно проверить, как человек письменно излагает те или иные явления и события, а еще важно, как он умеет общаться, потому что те люди, которые потом придут в вузы, они будущие преподаватели, они педагоги, они общественные деятели, они должны владеть навыками именно устной речи. Архангельск поет о победе – так называется конкурс, который уже третий год проводит культурный центр «Соломбаларт». Фестиваль ориентирован на сохранение через фронтовые песни победы памяти о Великой Отечественной войне. В этом году в конкурсе примет участие более 400 человек в трех номинациях. В номинации «Трудовые коллективы» у нас заявилось 18 коллективов. Очень много из них педагогических коллективов. Большую активность проявили детские сады, школы. Нам это очень приятно. На данный момент также подали заявки 12 семей и 6 дуэтов. Конкурс пройдет в два этапа. 21 апреля в 6 часов вечера на сцену «Соломбаларт» выйдут семьи и трудовые коллективы. А 23 апреля в 2 часа дня пройдет галоконцерт фестиваля и будут выбраны победители в каждой номинации. Лучшим игроком «Архангельского водника» болельщики признали Евгения Дергаева. Голосование прошло в одной из социальных сетей. Любителям хоккея с мячом предлагалось выбрать между Евгением Дергаевым и новичком Янисом Бефусом. В итоге капитан команды «Желто-зеленых» получил более 50% голосов. Заметим, что в прошедшем чемпионате страны в 34 матчах Дергаев забил 38 мячей в седьмой раз подряд. Стал лучшим бомбардиром водника. Мы продолжим следить за информационной картиной дня. Уже в 16.00 мы познакомим вас с самыми актуальными и интересными новостями региона. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова